История арабо-израильских войн История арабо-израильских войн проистекает с периода овладения территорией Палестины Великобританией по итогам Первой мировой войны, после чего евреи-сионисты активно начали скупать местные земли для заселения. Первоначально вражды между евреями и арабами не было, но в ходе дальнейшего соседства началась жесткая конкуренция хозяйств. Арабские землевладельцы начали разоряться, обвиняя в этом евреев, тем самым породив ненависть и ксенофобию по отношению к приезжим. После окончания Второй мировой войны вопрос об отдельном государстве евреев встал еще более остро. Со временем на территории Палестины было провозглашено государство. Израиль, против создания которого выступала местная арабская знать. С этого момента началась череда арабо-израильских войн, итогом которых было постепенное расширение Израиля и подчинение арабских земель. Как такового целостного государства Палестины не стало. Осталось множество разрозненных земель, которые десятилетиями пытался подчинить себе Израиль, нанося значительный урон арабским силам. Одним из таких регионов стал печально известный сектор Газа с 2007 года, контролируемый радикальным исламистским движением Хамас, признанным Израилем враждебной организацией. С этого момента Газа находится в постоянной блокаде со стороны Израиля. Хамас объявляет своей целью полное освобождение Палестины от евреев, не пренебрегая в своей борьбе любыми методами ведения войны, включая теракты и захват заложников с применением живых щитов. Израиль же на протяжении многих лет проводил военные операции, в ходе которых десятками тысяч гибли преимущественно палестинцы. В октябре 2023 года конфликт вновь вошел в горячую фазу с нападения Хамас на земли, подконтрольные Израилю. Исламисты прибегали к тактике жесточайшего террора по отношению к мирному населению и взятию заложников. Израиль в ответ вел полную блокаду Газы, в первую же ночь обрушив на город тысячи ракет, игнорируя местных мирных жителей. В боях между Израилем и Хамас столкнулись не только интересы израильского капитала и исламистов. За каждой из сторон стоят крупные державы, имеющие собственные интересы в регионе. За Израилем стоит крупный американский и европейский капитал, он является опорой НАТО и проводником интересов западного капитала в этом регионе. Хамас же выгоден как стратегический защитник земель для прокладывания торговых путей Китаю, Ирану и ряду арабских стран. Подготовлено сообществом рабочий класс.